По поводу фильма «Рокетмен», то есть «Рокетчик» – это биопик про Элтона Джона, который я не видел, честно говоря, я даже не помню, чтобы я об этом фильме высказывался. Меня только удивило то, что почему снимают биографическую картину от человека, который, во-первых, еще жив, слава богу, здоров, во-вторых, ну не сказать, чтобы прожил какую-то особо драматичную жизнь с какими-то трагическими перипетиями и так далее. Ну и музыкант, но это уже на мой вкус тоже, скажем так, не самого высшего качества. Тут, понятное дело, поклонники Элтон Джона на меня взъелись, но я почитаю разные отзывы. Текимод пишет «Пропаганда гейства – это такой же миф неандертальцев, как пропаганда леворукового правописания». Ну, может быть и так, я вам честно скажу, что я лично с пропагандой гейства, скажем так, какой-то целенаправленный, массированный, продуманный не встречался. С чем я встречался, причем много раз, и уже давным-давно, еще начиная там не с 70-х годов, это то, что сам Мигей очень любит говорить, какие они изысканные, какие они утонченные, насколько они, как бы, даже не знаю, скажем, художественнее личности, чем вот всякие вот эти вот традиционалы прямолинейные. Вот с этим я сталкивался много раз, в том числе и общаясь со всякими знаменитыми своими приятелями из числа геев. Ну, я им всегда говорил, что, на мой взгляд, они, конечно, немного отличаются от традиционалов, есть у них там свои какие-то фишки, но сказать, чтобы они отличались к лучшему, я не могу. Они просто в идее немножко другие, но я бы не сказал, что более высокого качества тот материал, из которого вы сделаны. Unlimited пишет. Второй раз, как и в случае с Мадонной, я не соглашусь с Артемием. Элтон Джон – это явление не по части голубизны, а по части лирической, мелодичной музыки, которая трогает душу. Я могу перечислить с десяток его хитов, но не вижу в этом смысла, так как этот музыкант уже давно всем все доказал. «Элтон, старина, долгих лет тебе». Ну, по желанию, хай живая, я присоединяюсь. В общем-то, Элтон Джон – парень симпатичный. Вот сейчас, к тому же, вступил в публичную полемику с Путиным, в которой, надо сказать, что Путин явно проигрывает, поскольку явно врет. А Элтон Джон явно говорит, в общем-то, очевидные вещи, правдивые вполне. По поводу оценки его творчества, я говорю, я не считаю его плохим музыкантом, тем более бездарем. Я просто считаю, что есть и были в мире поп и рок музыканты, ну, скажем так, чье творчество мне нравится значительно больше и, по сути, мне гораздо ближе. «Умка-63» пишет. «Фильм очень хороший, никакой пропаганды в полной версии не замечено. Одна постельная сцена в рамках биографии персонажа о наркотиках вообще в негативном ключе. Взяли и покоцали целостное произведение». Ну, в общем-то, да, я фильм не смотрел «Умка», но вам доверяю. Зачем покоцнули? Ну, я уже об этом говорил. То есть, по-моему, это просто незаконно, если рассматривать это все в контексте мировых законов об охране авторских прав. Ну и под конец Дуня Бубу. Помнится, сам Троицкий включал альбомы и песни Элтона в свои рейтинги. Сейчас-то какая вожжа под хвост попала. Здравствуй, Yellow Road, Новый год. Ну, значит, я, по-моему, сказал, а может, и не говорил. Может, я по этому поводу дал довольно много интервью. Уже не помню, где я что говорил. Мне нравится творчество Элтона Джона. Аккурат по 1973 год. Альбом Goodbye Yellow Brick Road. Шикарный альбом. Прекрасный, двойной. К тому же много хороших песен и так далее. Потом, по-моему, как-то Элтон исписался немного. И уже альбом следующего, по-моему, Captain Fantastic или как он там назывался. Вот. Уже гораздо хуже. А потом я, честно говоря, вообще перестал его слышать. Изредка слышал какие-то хиты, смотрел видео. Вот. Но так ничего занимательного в них не находил. Ну, я вообще не любитель такой, такой, как бы, мейнстримовской, ширпотребной поп-музыки. Поэтому Элтон Джон, ну, не моего романа герой совсем. Вы смотрите АРУ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова